Я напомню, что мы с вами делаем. Мы рассматривали с вами некоторую медвику и ее аналитическую вариацию. Вариации, например, на эволюции, которая смотрит на МЦКД, а ее зависимые карты, она аналитическая. Я напомню, что у вас соответствует карты собственное число соответствующей веточки, которое определено, как правило, соответствует число 52 пласядного, включая энергией метрики, это тоже зависит от Т. Что мы с вами успели установить? Мы успели с вами установить, во-первых, то, что существуют аналитические для вещей от Т ветви собственных чисел. Это, естественно, карты, которые вам нужно было работать вот так, потому что вот так. Вот у нас взялся. Идет уже, значит, тут вот идут и самые главные аналитические из-за того, как у меня аналитет, аналитические, если это рассудить. Что было во время этих аналитических видов и собственных чисел в том, что мы эти самые собственные аналитические аналитические упорядоченные. То есть вот, допустим, вот это вот собственный аналитический тренинг, то доказывает, что вот самые младшие из них – это вот такое, средние – это вот такое, а самые большие – это вот такое. То есть в том, где у вас разность, у вас происходит перескакивание с одной ветки аналитической на другую. с другой. Значит, дальше, что мы с вами видим? Значит, вы видели, что если смотреть на оператор , который, значит, у вас произвел на оборудование от этого самого… вот, посядно, от GST, то, значит, у него ситуация следующая, значит, там вот, значит, возникают собственные числа Яндекс и Штрих от нуля, то есть они, как мы сами понимаем, значит, мы… они не собственные числа у Дейташтрих, а собственные числа у в другую очередь. То есть это, значит, собственные числа, значит, от оператора, значит, крылька на Дейташтрих, значит, где, значит, у нас крылька, и, значит, так, то данный проектор, значит, на Дейташтрих, значит, от G, значит, собственные функции, собственные числа Яндекс и отряды, да. Значит, поэтому, значит, наш интерес тогда стал, значит, к изучению вот этого оператора, значит, что мы, во-первых, выяснили, что, значит, нам понадобится вот такие вот штуки, то есть придется слева от каждого, собственно, от ЖТ, значит, мы с вами сказали, что это, что они должны делать. Какие-то там Яндекс и на Дейташтрих одно Яндекс, для каких-то там И, причем, в зависимости от плюс или минус, то будут разные ветки, да. Причем, что важно, значит, вот если у нас Яндекс Капе, допустим, это самое меньшее из этих собственных чисел, то есть вот у нас, вот, 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 у вас Яндекс Капе, то есть, вот, 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 вот у вас Яндекс Капе. И, значит, вот, где производная справа – это будет самое меньшее из Яндекс Капе, а производная слева будет самое большее. Значит, значит, у нас есть 이걸 у нас далее, значит, Справа будет у нас минимальная, соответственно, это будет у нас максимальная отмеряемая отмеряемая отмеряемая. Значит, если у вас, наоборот, данная карта, у вас это самая так, ширина этих собственностью, значит, у вас соответствует выбираться наименьшее здесь и наибольшие здесь, то есть минимум, минимум, максимум, а не соответствует то, что мы... А дальше, значит, мы с вами сделали следующее. Значит, вот этому самому оператору отвечает, значит, квадратичная форма. Значит, вот, если это отмечало у нас вариации G от T такой, что G от T, значит, G от T, значит, G от T, это H, значит, квадратичная форма, она обойдется с Q от U, потому что на самом деле от этой вариации в нее входит, значит, только H. Винстерлин для нее входит форму. Форму, если я не ошибаюсь, она была такая. Да, да, значит, вот такая, значит, это у нас штука. А, вот, значит, что мы еще... А, да, значит, просто раз я использовал некоторую формулу от Бережея, с которой я обещал разобраться, то есть это была формула для... Винстерлин для нее входит формула для формулы от Бережея, с которой я использую формулу от Бережея. Смотрите, я нашел статью Бережея, но там вырабатывали быстро... Это статья 1973 года, она чисто на обозначениях, которые сейчас уже сразу не влупишься, поэтому, что он там делает, конкретно, это не трудно, но идею я объясню сейчас, откуда эта формула она идет. А теперь, смотрите, нужно написать такую штуку... Ну, это не формируйте, F, F, G... Значит, на формула объема... Что там будет? Что там будет? Значит, будет вот такая... По-моему, я по-моему написал без D. А теперь я могу представить, что у вас коммертика, она зависит от G, и вы начинаете эту дифференцирую, да? А... Что там будет? Ну, будет не очень просто, почему, просмотрите, у вас здесь, конечно, возникнет вот такой член, значит, потому что вы здесь... Да, кстати, здесь, на самом деле, не нужны эти скобки, это произведение, как сказать. Вот, вот это можно, да, на это. Если у вас действительно будет... Значит, вот такая штука... Ну, смотрите, у вас еще будет здесь производная форма объема. Да, значит, у вас будет, во-первых, производная от скалярного произведения на одних формах, и еще производная от колосса. Ну, и потом, значит, надо это там преобразовывать с помощью формулы из токса, и, значит, после этих вычислений вы к этой форме и придете. Но эти вычисления там, они какие-то, ну, достаточно туманные. В общем, мне очень интересно, что в этих вычислениях бирже тоже использует некоторую формулу из таких, но я понял, что это... Но прикурсия как-то не для меня. То есть, это значит, что опять нюнкульсно держишь, чтобы все бежит и что-то еще. То есть, я предлагаю вас в качестве упражнений произведения, я думаю, это на самом деле можно делать. Вот, хорошо. Значит, мы... Значит, это вам... Это же точка, где мы остановимся. Теперь давайте мы двигаемся дальше. А, да, ну, мы еще успели обсудить, собственно, у вас, что такое, значит, экстремальная амплитическая метрика. Значит, это значит, что у вас право милевое производное и, собственно говоря, их произведение неположительное. Конечно, но... Ну, ладно, что, конечно, я... Конечно, дальше я делала. Значит, я скажу, что у вас, значит, экстремальная... Значит, для А, нам только для А, Ж, значит, у вас есть большая вариация. Если у вас одна гейс, то это значит, что у вас пределы право и слева равны, значит, у вас произведут производные ноги. А если разная, то у вас минимум, если у вас они разного знака так, а если на максимум, то они разного знака так. Это логичное определение экстремума, если у вас право и слева есть, а производные вообще нет. И последний раз мы с вами экспортировали, что у нас было, значит, пластанции, которые мы обозначали просто вот так, это значит, метрики, значит, на R, а было, значит, значит, пластанция 2MG, это, значит, метрики, значит, H, а такие, что, значит, следствия, значит, H относительного G у нас нет. Это значит, что вы... когда... это, знаете, что есть в... Рисунок, это, понимаете, это такие... это... это вот производные таких вариаций метрики, которые сохраняют у вас объём. И, значит, значит, нам надо сейчас рассказать несколько пунктов вершки. Значит, первое утверждение оно такое, что вот пусть у нас, значит, G экстремальное, значит, для какого-то, там, собственно, числа дамда, ябда, как. Значит, тогда для любой метрики, значит, вот отсюда у нас есть такая форма, форма, значит, эта форма на, 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 на функции ЛК и собственного пространства, значит, бывает, значит, что эта штука живёт у нас на, 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 на пространстве ЕК, значит, А движет, значит, А, вот значит, что-то, значит, эта подначительная форма, она будет знаками определенной. А, значит, А. Почему? Ну, потому что, значит, нужно взять тогда вариации, которая будет встроена лот-па, то есть при даме симметрии, G, мы можем поделить на объём R-симметрии G плюс TH, значит, степени 2 на S, и здесь просто G плюс TH, вот. Это вариация, которая исходила в объёме, где, который приводное H, да, значит, и тогда, значит, что у вас выяснится, когда в силу вот этого вот свойства, значит, что мы помним, мы помним, что вот это и это, это какие-то собственные числа вот этой программатичной формы, так ведь в силу вот этого соотношения это означает, что эта штука знака неопределенная, то есть есть собственные числа, которые там неопределенные и неположительные. Ну, это, ну, то есть они бы так, что они чужие будут идти. Значит, еще раз, значит, у нас есть экстрематика, то из любой вариации вот это правда. Но мы тогда смотрим вот такую вариацию, что-то. Да? Значит, тогда собственные числа, не собственные числа, то есть какой-то форме есть вот эти, значит, и среди них, значит, или есть равно знак, или есть нулень. Ну, поэтому, значит, она, знака, значение неопределенная, значит, это доказательного вопроса, да? Ну, вот. Вот. А давайте мы его усим. Значит, вот пусть у нас для адмикаторы, где оно меньшее, значит, или наоборот большее с этих адмикаторных. А вот оказывается, что тогда, да, ну, я не стал говорить должен написать G. Тогда оказывается, что вот эти два утверждения нет, ты понял? Тогда, значит, G это экстремальная, значит, беляна, ляна, беляна, а G. Это эквивалентная от того, что значит, что у H от U знака мерка беляна. Как это? Ну, значит, ну, смотрите, доказательство, обладную сторону, оно, по сути, уже есть, да? Значит, а как поступать в обладную сторону? Ну, смотрите, значит, но если она знака неопределенная, то тогда это происходит вот почему. давайте, значит, мы вспомним, что ее собственные числа это лямбда штрих и 3 от нуля. А давайте посмотрим тогда на максимальное из них, или на минимальное из них. Да? Значит, смотрите, так как она знака неопределенная, то среди собственных чисел есть хотя бы одно и не положительное, хотя бы одно и не отрицательное. Это значит, что это определение, оно будет меньше разумным. Посмотрите, мы с вами обсуждали, что если верно и есть, если верно это или это, то если вот вот эти числа, кто-то из них это придел справа, а кто-то из них это придел слева. поэтому это значит, что вот это условие дополнено, в связи с условия экстремальности. Это условие экстремальности. значит, смотрите, таким образом, мы свели вопрос об экстремальности метрики к вопросу о знаках неопределенности в основе формы QH от U. А дальше нам понадобится прокурор утверждения экстремальности условия доказательства, что вот два вот свойства они эквивалентны. Вот первое свойство это то, что для любого H из-за этого 2 M G формы H от знака необходим определенное. А второе свойство у нас возникает впервые оно следующее, что существует некоторый набор функций U1 и так далее UD и UK вы смотрите это набор из D собственных функций отвечающих прямо на карте почему я пишу просто наборы они могут быть и независимы это не страшно то есть это там не батис ничего набор я пишу что а по тех на следующий так так это трех тут значит это D U1 на 2 быстро так значит D оно оно мы его пишем так потому что с ним удобно работать в этом самом деле метрически это значит просто вот что смотрите у вас можно построить отображение из M в R D значит это отображение F оно компонент у1 в D тогда вот эта самая штука это просто значит что у вас метрика G это просто R взрослочка экономической метрики на R D D D D если вы вот таким уровнем вытянете его вытискивает и будет ровно вот формулы она эквивалентна того что у вас есть изометрическая изометрическая в силу того что вот это так это погружение да у вас будет изометрическое погружение собственными фиксами в R это и 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 Это артистская сервис нюансы. Тогда существует такой набор собственных функций, которые осуществляют ванную стилеметрическую погружение в РФ. Почему-то похоже на серену Нэша, что это погружение? Ну, я не знаю, что ему осуществляют. Доказательство здесь такое достаточно мудрённое. Давайте мы докажем, значит, что И, 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 Т. Кто-то один или чего два. Это Д. Д? Д. Это метричи слов, которые мы не знаем. Оно какое-то? А, у вас существует такое? Да. Существует какой-то такой набор. Дмитрий его мы не знаем, но мы знаем, что он есть. И существование его сейчас вы увидите, оно доказывается достаточно эзотичным. И нужно делать следующее. Посмотрите, вот у меня есть вот этот разнометрик всех на 1. Давайте я смотрю, там есть свой поднож. Это подножство будет состоять из всех конечных сумм, вот таких вот объектов. Значит, что у нас здесь? Значит, здесь у нас, значит, и это будет у нас... Значит, здесь у нас будет основы какого-то там n. n у нас каждый раз разное. Значит, n будет n. Значит, вот эти самые быстрые, это какие-то, скажем, единицы в ЕК от Ж. То есть мы будем, что делать? Мы будем брать в ЕК. Разные конечные наборы функций. И для каждого такого набора будем писать вот такую сумму. Ну, что значит? Диолиты на диолиты. То есть одно четверть на лопат с описанностью на Ж. А двухлитов в квадратность. Эта функция может на низреку Ж. Значит, вот эта самая К у нас живет там. А им просто... А у них любые? У них любые собственные функции собственного карта. Янга-карта. Значит, в чем наша цепь? Значит, мы хотим догадать, что у нас Ж. У нас живет этому самому К. Значит... А давайте мы, допустим, мы хотим догадать, что у нас живет, это же самое К. Давайте смотрите. Вот здесь консультивные есть такое. Вот у вас... Давайте мы посмотрим на вот эту самую штуку, как на... Прокладать модфункции. Это тогда конечномерная штука. Да? Значит, утверждение такое, которое... Которое мы стали пользоваться. Оно не очень очевидное. Хотя, действительно факт. Это мой штука, оно вот теплое. Значит, ну... Значит, почему оно выпуклое... Ммм... Значит, почему оно выпуклое... Т на первое, плюс 1, минус Т на второе, только не будет К. А как нам себя в этом убедить сейчас, эту мизочку? Ну, я не слушаю, тут она... К. К. Аху. М. 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 Ну, если мы возьмем, если мы возьмем, там, C на первое, плюс 1 на второе, то, если, то... А, ну, да, у вас есть то. Ну, да, это не страшно. Это не страшно, да. А дальше хочется сказать вот такую вещь. Смотрите, вот у вас в конкретном пространстве есть какое-то там выпуклое множество, и какое-то там уже незадлежащее им. Тогда есть какая-то гибридоскость, разделяющая их, как общий факт, из жизни выпуклых тел в афинных пространствах. Именно потому что выпуклые. Ну, вот, смотрите, но у нас же там есть характерное произведение, поэтому вы можете, как бы у вас, значит, что сказать, у вас гибридоскость. Это элемент двойственного пространства, потому что характерное произведение и это элемент двойственного пространства. То есть... То есть... Что? Что? А, ну, это элемент двойственного пространства. А, это тоже явно? И на функциях тоже явно? Да. Так вот. А почему? Не, я думаю. Что там они? Ну, и смотрите, а тогда это началось, что у вас есть какой-то такой элемент аж, скорейное произведение, с которым выдают эту самую гибридоскость. Такое, что, значит, у вас аж на же у вас больше равно аж. Ну, в смысле, мы не говорим, больше. Больше. А для любого какого элемента ТСК, значит, у вас, значит, аж на х меньше. А тут есть некоторая проблема. Проблема заключается в том, что этот аж необязательно лежит в С0. А вот это может быть такая метрика, от которой следует не равен нему. А мы ее подплатываем. Значит, если мы начнем вот смотреть, когда А с0, который будет, значит, аж минус... А дальше будет здесь как-нибудь выбор. Ну, значит, так же мы можем это относить, то на Ж, а у нас, например, на Ж. Почему? Потому что, смотрите, след G относительно Ж – это будет n, которое вы имеете в виду, да? Когда вы его проликвидируете, у вас будет, в сущности, n на объем n. Да, я, кстати, неправильно писал условия там. Условия там не то, что следовало, а то, что интегралов следовало. Тут же интегральные свойства, по-моему, в самом деле, да. Вот, поэтому, значит, где вот это... Поэтому вот, значит, вот этот вот H0, мы сможем обретить вот этот, по-моему, этот плагу, от МЖ. Вот, значит, дальше, тогда, что мы хотим делать? Мы хотим тогда посмотреть на вот этот самый вот QH0, от Q. И она все это разделяет, да? Вот это поправленное разделяет? А нам это... нам это даже не важно. Я этого не знаю. Вот, значит, тут столько, значит, чего... То, значит, тут, значит, это не в прямочислениях, значит, или я не догоняю, что хотели сказать авторы, или они наврали. Но, как бы, у меня ассоциация получилась тоже гарантирующей, ну, наверное, ненужной неравистью, но в другое. Значит, давайте сейчас я вам буду, наверное, наврать, а вы мне будете лазить. Да? Значит, давайте мы подставим эту штуку. Значит, давайте мы ставим какую-нибудь формулу для QH от QH. Она была просто генерейна, так? Ведь у вас там какой-то агрегат, заявляющий от Q, умножается на H, и интеллируется. Так ведь? Поэтому, значит, что значит? У вас это, значит, будет тогда QH от Q. То есть, что это такое? Значит, минус интеграл, значит, от DU на DU, минус, значит, 1 четверть ватвас относительно G, квадрат от Q, значит, G умножить на H на форму объема от QH от Q. А дальше, значит, у нас будет второе сваленное от вот этого слабого добавка. Давайте мы его сейчас аккуратно выпишем. Значит, чего у нас будет? Значит, тут где-то минус, тут минус, потому что они по их плюсам, да? Значит, они такие дозначные инфернаты. Вот смотрите, вы смотрите, это просто множество, так ведь? Да. Это число просто. Значит, я его сразу, значит, вытащу у нас в жизни. И так печально, чтобы еще эту штуку не поменял. Значит, тут, значит, не будет что. Значит, не будет интеграл по темах вот этого самого DU на DU на G на форму объема. Так, вот, значит, а дальше мы можем писать еще плюс. Значит, плюс, значит, опять-таки множители у меня будут висеть сам. Висеть сам, а дальше мы-не поверили. Висеть сам. Ну, это же, я не знаю, что-то. Насколько было у вас с копей, похоже. Сейчас, потому что у меня тут знак был в Украине. Значит, я по памяти пожал. Висеть сам. Висеть сам. На Урау. Ага. Знаешь, значит, а, по-ному субе мне тут судно. А правее, значит, вот, значит, у меня будем, значит, у меня будут можно говорить... Нет, не влезет, давайте влезем. Значит, 1 четверть лапусяна в квадрате G от G умножить на G на форму объекта. Сейчас, там же не лапуся, а у в квадрате? Да, лапусян в квадрате, а у в квадрате, да. Ну, значит, а теперь... Это же N на 4 лапусяна в квадрате. Ну, сейчас, когда на проведение G на G, это то же самое, что... Ну, давайте сейчас мы немножко вытормойруем и начнем отсюда. Вы смотрите, во-первых, то, что важно. Смотрите, вот эта вот штука, которая вот у меня стоит здесь, это у меня элемент из пространства K. А я знаю, что у меня склявное произведение чего-то там, значит, в ближайшем дню приказ H, у меня это строго меньше, чем 0. А здесь мне стоит минус, поэтому, если вот эта штука, она будет больше равна, она будет строго больше, чем 0. Поэтому, значит, я могу его выкинуть, и я только сделаю меньше. Теперь давайте посмотрим, чего это вот такое. Значит, давайте начнем с большинства. Здесь плюс 1 на N, значит, она объем, значит, M на G, значит, на вот это самое N, А что такое эта штука? А это просто вот такая штука. Как вы вообще вы уделяете эту штуку? Ну, а вот так вы ее и определите, по сути. Так, теперь давайте смотреть, чего у нас происходит здесь, значит. А тут происходит следующее. Это склявное произведение в пространстве симметрических форм, да, значит, это просто функция, мы можем допущать. Что у нас будет такое английское нагрузение уже на G? Ну, вот это просто, да, значит. А чего такое будет у нас? Значит, N у нас выместится в 8, значит, получится интеграл от Абросяна от U2. Ну, это надо. Почему? Ну, потому что интеграл от Абросяна. Это мы с вами обсуждали, значит, что Абросяна у вас это и дивергенция от градиента, а интеграл от дивергенции от чего угодно, это у вас N. Это такой вариант формулы Г. Так ведь? Значит, а вот эта штука у вас просто... Угу. А теперь давайте мы ей сделаем еще одну штуку. Смотрите, Q у нас он живет в Екат-жест. Это собственная функция. Так? А давайте вспомним варенционное описание собственных чисел. Вот этот вот интеграл, это собственность интеграл, который в отношении реалии стоит сверху. Поэтому вот эта штука, это в точности ябда-капеля, можно интеграла от двух квадрат. Понимаете? Потому что у вас на собственную функцию отношение реалии равнос соответствующему собственному числу. Понимаете? Поэтому у нас на самом деле, вот вот эта штука, она равна вот так. Значит, у нас есть ябда-капеля от G. Значит, будет вот эта самая N на объем. Тут будет вот эта самая штука. GH на N. А это будет просто интеграл по N от U квадрата конечна на N. Угу. Смотрите, что у нас вышло. У нас вышло, что квадрату строго больше, чем постоянную нужды на вот эту штуку. А что это такое? Это же просто норма. Ага. Так ведь? Это значит, что у нас квадрата положить на потенциал. Так ведь? Ага. Ну, слушайте. Ну, у вас собственное число Q определяется просто через отношение квадрата этого к квадрата. Так? То есть у вас такое отношение равное для собственных чисел Q, оно всегда больше, чем положительное число. Значит, это значит, что у вас Q H 0 от Q положительного к квадрата. А мы, у нас, видите, один в предполаганах, что любого H, значит, она у вас знака неопределена. Это значит, что у нас вышло, значит, противоречие. А противоречие вышло чем? А противоречие вышло, что вот это вот допущение, которое у нас было здесь. Да? Это значит, что у нас, значит, G принадлежит K. Смотрите, у нас K, это множество каких-то элементов. Да? Ну, что это значит? Значит, это значит, что у нас G представляет, значит, какую-то там сумму. Давайте будем считать, что там D элементов, да? То есть по какому-то там I от 1 I до D от вот таких вот штук. То есть D и I, значит, четвертого на D и I. Так, значит, плюс 1 четверть в оплату относительно G от U I в квадрате на G. Смотрите, это еще не совсем то, чего нам нужно, да? Нам хочется, чтобы не было вот этого вот добавка. Этим мы сейчас и занимаемся. Значит, а чего это стало? Значит, смотрите, у меня в оплату понадобится такая формула. Она получается полностью. У нас была формула, чего такое Laplace от любой функции в квадрате. Да? Значит, что это такое? Это будет там, значит, 2U Laplace от U минус произведение их клиентов. Да? Поэтому у нас будет следующее. Значит, Laplace от U минус в квадрате, значит, это будет что? Это будет, значит, уитая на Laplace от U минус в квадрате. Значит, уитая на Laplace от U минус в квадрате. Ну, Laplace от U минус в квадрате. Вот такая вот формула. Угу. А теперь что я хочу сделать? Я хочу взять след от вот этой самой штуки. Вот я беру след от вот этой штуки и возьму, значит, след относительно G от G. Значит, давайте мы тогда посмотрим, что у нас будет. Ну, смотрите, след от G относительно G это N. Ну, это мы уже с вами обсуждали несколько раз, да? Значит, чего у нас будет следа по квадратам относительно G? Значит, это будет просто буквально, значит, с нормой D в квадрате. Значит, тут будет сумма, значит, квадрат на Laplace от U минус в квадрате. Плюс. Значит, что-то у нас идет дальше. Значит, я эту штуку заменю на вот эту штуку. Значит, у меня будет одно слагаемое, значит, ямка капля АДЖ на ладу. Да, значит, значит, у меня у ID в квадрате останется, а дальше у меня, значит, будет G. След от G у меня 5. Попробуйте. А еще у меня, значит, будет минус А. Здесь чего, значит, у меня здесь тогда будет... Всяка, как, около А в однодорку наложено. А, там одна четвертая. Ну, там одна четвертая, поэтому осталась одна вторая, да? А здесь у меня останется, значит, минус, по тем же причинам, значит, одна вторая. Значит, у меня тут квадрате умножить опять-таки на 5, потому что все умножает на 5. Значит, что у меня тогда вышло, значит, со всех этих... Попробуйте, значит, у меня вышло, что... Ммм... Ммм... Что у меня останется от этого? Значит, я когда буду делить на L, L у меня не исчезнет, у меня здесь, значит, будет 2 на лямблокарте от G. Значит, а здесь что? Это минус L, это будет, значит... А, сейчас, значит, смотрите, тут будет хитро. Значит, тут у меня будет, значит, плюс... Значит, N минус 1 поделить на 2N на что-то там типа, значит... А, да. То есть вот мне будет вот так умножить еще опять на 2 на лямблокарте, который будет у меня отсюда, на D в квадратик. Так, давайте сравним с тем, что получилось у этих D в квадратах. А, нет. Так, сейчас, что-то здесь не сходится. Сейчас, сейчас посмотрим, что не сходится. Первое строгаемое сходится. А, второе, они хотят, там, N минус 2. Они хотят N минус 2 на 2N. Почему? Почему они не сходят? Потому что D в квадратах уже равна второе, поэтому... А, да. Тогда действительно пропустим. Значит, смотрите, к чему у нас это ведет? Н минус 2. Значит... А, самое простое рассуждение, значит, это если N равно 1. Значит, смотрите, сперва в какой-то случай. Тогда это что значит? Тогда это значит, что у меня, значит, сумма этих квадратных в квадрате, это просто у меня, значит, 2 на дианта карты от G. Это у меня просто константа. Так? Поэтому у меня тогда, значит, сумма вот этих самых квадратных в квадрате, на длинных в квадратных в квадрате. Потому что это просто тот, гающий от Канфакт. Потому что это просто попросян от Канфакт. А тогда у меня, вот... Тогда у меня из этой формулы, будет тогда стоимость толстаном нужно. То есть так вот эта самая звездочка Эта точка этой стойкости превращается в сумму донбитых на донбитые. В этом случае это коробство. А что делать с N8? Здесь есть такой искусственный прием. Надо посмотреть на такую вот функцию. Это функция, которая сумма в квадрате минус N на январе квадрата. А чем эта функция интересна? Утверждается, что прямое учисление тогда даст такую штуку. Что N-2 на 2 за D равно вот такой, что E2 на R-2 значит 0 на сумму D в квадрате. Минус сумма конститу D в квадрате. А это в свою очередь равно минус 4 донбитых на D в квадрате. Ну давайте посмотрим. Значит, на какой степени это у нас правда. Значит, у нас Доплосян от U в квадрате будет у нас вот этой штукой. Значит, Это похоже на данных. Угу. 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 вот этот переход, это в точности использование вот этой штуки и еще больше. Так ведь? Значит, А дальше... А дальше... А дальше нужно использовать вот эту формулу. Значит, потому что если я возьму вот это и умножить, смотрите, на ямда карты, у меня получится... Ээээ... Да-да. Будет. 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 Это будет. Это будет оно. А теперь смотрите, это что значит? Вот это вот у меня больше, чем мой, а вот это у меня меньше, чем мой. Так ведь? У меня получается, что f собственная функция, собственное число, которое с твоей вечной. Угу. Угу. Это невозможно. Кстати, сейчас у нас это значит, что это у меня это ноль. Значит, паспорт у меня возложил, значит, положительно опубликованную. Ну, а тогда это значит, что у меня, значит, сумма у меня была в квадрате этап 5 константа. Ну, это вот с промышленной формулы только для другого н. И дальше рассуждение тоже. значит, далее значит, как в случае значит, l равно значит, ну, значит, это заканчивает наше доказательство того, что если для любого h, 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 u, знака не определена, то тогда, значит, существует такие, тогда существует такой набор u1, u2, что уже представляется вот в таком вот виде. А давайте теперь мы поднимем другую сторону. Так, поднимаемся в другую сторону. в другую сторону. Значит, тогда у нас получается вот что. Значит, что у нас тогда происходит? следующий вот пусть у нас значит маленькие кражи имеют вот такой вот вид. Значит, как мы с вами обсудили, это значит, что у вас есть отображение прям в rd, это значит, у вас изометрическое изометрическое повреждение собственными функциями с собственным числом λ k в rd. Теперь давайте вспомним, что мы с вами обсуждали теорему Токахаси. изометрическое токахаси в rd, которое оказывает, образ лежит на сфере. и у вас есть изометрическое погружение в rd, то оказывает, что у вас образ обязательно лежит на сфере. Значит, И у вас советует это выражение еще и минимальных придатчиков Что значит, что образ на сфере? Вот эта сфера имеет рапевт-словий из вот такой штуки, как вы помните Это значит, что у вас верно вот это вот соотношение Это что значит? Это значит, что у вас вот эта самая штука в этой аппарате Это то, что у вас в частности константа на r Давайте попробуем за a Что тогда это будет значить? То есть я возьму сумму, значит, вот i равно 1 до d от qh от ui Ну что у нас будет? Смотрите, у вас там будет... Значит, воплосян от константа у вас будет 0 Просто исчезнет у вас, да Значит, а чего у вас будет с dU на dU? Когда вы на dU формируете самую, то будет метрика Да И что? Смотрите, вы ее умножьте на h Ну h, а у нас найдется из f2 0 Смотрите, у вас эта штука Это будет просто граво m, значит, от g на h на форму объема А это у нас будет 0 для любого значения h из f2 0 от m g Что? А перед ним это трава мне минус? Минус, да, минус, но это не важно Это все равно нет Смотрите, что это значит У вас есть какие-то таки венторы, что вы засунули их в форму qh И сумма это 0 Но это значит, что этот самый f2 у вас является значительной причиной Включим Учим те утверждения, которые у нас есть. Давайте посмотрим, вот первое утверждение. Допустим, у нас утвержденность критическая и экстремальная для индукрата А. Значит, смотрите, то утверждение, которое было раньше, это обозначает, что у нас для любого H из S2 0 у нас у H от U является знаками неопределёнными. А тогда у нас следует, что наш G представляет вот в таком вот виде. Значит, это G представляет, что у нас в виде D, где, значит, там сумма D на D на D для некоторых, значит, D на D на D. Значит, а в чём у нас было второе утверждение? Оно было на то, что если у нас, собственно, число или первое в этом вот хвасте или последнее, то тогда эти свойства эквиваляются. Знаете, здесь неплохие просто. Потому что если лямда КТ, значит, строго больше чем лямда К минус первое, и минус, и, значит, лямда КТ, значит, строго меньше чем лямда К минус первое, значит, то тогда следующий вяжем. То, что G, значит, снимание, значит, для лямда КТ, значит, что у нас было? Если это было равносильно тому, что у вас QH от U знака неопределённая, а в силу того, что вы делаете сейчас, мы знаем, что это эквивалент к тому, что есть вот такое вот представление. Это эквивалент. Значит, там все живое, и мы просто вот такое вот представление. А теперь, подожди, а теперь можно прийти к той мануировке, вот это то, как её формулируют, это вот ровно то, как её формулировали и напиражи, и Суфи, и Кивиат. А он формулирует её так, как вот я её сам формулировал, на мой взгляд, это более гематрично. Её можно тогда переформулировать в чуть более слабом виде, но вы сейчас увидите почему, но это, значит, осмысленно. Значит, первое, смотрите, вот, если у вас есть изометрическая... Внутри, значит, сферы, там, D-1, D-3, F-D, вот эти, значит, у вас, минимальное погружение, значит, то, что... Смотрите, если это минимальное погружение, да, в сферу, то потеряем это как аси, мы с вами знаем, что это будет... что компоненты этого, этого F, они будут собственными функциями, собственными числом, типа, там, вот, там, корень, там, из N на 0. Вот, посмотрите, но тогда это значит, что у вас... индуцированная метрика, да, а вот они, вот эти мылиты, это собственные, это у вас собственные функции для вот этого самого собственного Вячеслава, так ли? Да, а тогда, в общем, эта терема, эта метрика экстремально делает этого собственного Вячеслава, так ли, то, значит, тогда, значит, у вас индуцированная метрика, значит. Она, например, как катароническая метрика, на то, РД. То есть, она экстремальная. Собственного числа с номером. А как этот номер вычислить? А смотрите, этот номер у вас... У вас это собственное число, это собственное число, оно имеет какой-то номер из всего этого кластера. Смотрите, если мы возьмем самое меньшее из них, то тогда оно точно будет факсимальным, потому что это тогда и только тогда. А сколько будет номер? А номер будет ровно считающей функции идеи или от значения этого собственного числа. Так ведь? А как его вычислить? А вычислить его вопрос. Значит, вот если у нас это там сфера радиуса S, тогда это было там что-то типа там... Размерность поделить на... Размерность N поделить на R квадрат. Вы думаете, это максимальное там число? М? Максимальное число? Нет, это самое первое из них. Вот у вас есть субчисло 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Это у нас 0, 0, 0, 1, 2, 3. Сколько собственных чисел меньше, чем 2? И вот это вот номер, который у вас стоит. Вот из-за того, что мы нумеруем от 0, вот у вас количество, собственно, меньше, чем 2, это ровно вот... Это номер 2, как с первого собственного числа в этом самом классе. А для самого первого, то мы знаем, что вот это у нас такие важные... Да. А с другой стороны, как бы, а второе свидетельство, что все экстремальные метрики, значит, так получается. Почему? Потому что, если у вас есть экстремальная метрика, тогда у вас вот здесь... Тогда у вас вот эта вот правда, так и так правда, и так далее. Тогда еще нужно просто взять соответствующее погружение и вы индустрируете эту метрику. Вот и все. И у вас получается чистая вот эта вот геометрическая формировка. Как вы можете искать самое, значит... Почему это чуть слабее, в этом случае, когда я говорю, что все они так и так получаются, Смотрите, не факт, что у вас получится... Вот если у вас метрика экстремальная для этого собственного числа, для 0,1,2,3,4, то не верно, что эта метрика будет экстремальна из варианта 3. То есть вот у вас есть экстремальная метрика, вы получите... Вы ее индустрируете, но неправда, что номер вот этого собственного числа обязательно будет вот так вот. То есть в другую сторону номер... Номер так считать нельзя. Ну, в общем, на это время, значит, это... В этом случае, оно закончится. Значит, что мы с вами будем делать дальше? То есть я думаю, что сегодня мы начинать ничего не будем. То есть мы с вами поиграемся немного еще с экстремальными и экстремальными. Хотя, может быть, мы... Мы, скажем, там все доказательства какие-то достаточно максимальные. Как бы там... Я не хочу разбирать статьи, которые надо разбирать в несколько коллекций, Но я стараюсь подобрать чего-нибудь, чего наиболее оподвинемо. То есть я думаю, что мы еще устроим одну или две лекции, И вполне перейдем в экстремаль. Потому что там у вас вот начнется там сессия, У кого нет, мать, у кого вышки, у кого еще где-нибудь, И вам уже будет совсем не дать. Так, вопросы у нас здесь. Вопросы нет? Ну, хорошо. Ну, мы, конечно, мы не закончим. Вопросы нет.